Вести Дагестан С главными событиями четверга, 12 января, информационный выпуск Вести Дагестан. В студии Мара Багирова. Добрый вечер. 25 января глава Республики Сергей Меликов ответит на вопросы граждан в прямом эфире. Об этом руководитель региона сообщил сегодня утром на своей странице в Телеграм. Оставить вопросы можно уже сейчас, позвонив на горячую линию 8 87 22 Код Махачкалы. 98 90 74 в будние дни с 9 до 18 часов или через портал вопросмеликову.ру. Как отметил глава региона, цитата, «Понимаю, что будет немало вопросов по экономике, ЖКХ, дорогам, социальной сфере, поддержке семьи участников специальной военной операции. Готов ответить на все объективно и честно». Трансляция будет вестись в прямом эфире на телеканалах и в Телеграм-канале руководителя Дагестана. Обильный снегопад из-за налипания на провода привел к отключениям электричества. Ситуацию осложнил теперь и сильный ветер. На дальний момент без света остается несколько тысяч потребителей. Есть проблемы с подачей воды в ряде городов. Дороги продолжают расчищать. Начальник Дагидромедцентра Абдулгалим Дадашев прогнозирует теплую, но, к сожалению, ветреную погоду. «После обеда плюсовая повсеместно. И эти осадки, которые сейчас срываются в виде снега, она перейдет сначала в мокрый снег, потом и дождь. И в дальнейшем в флаге морожающие осадки, температурный режим тоже будет дневнее до 7-8 градусов, а ночнее от нуля до плюс 1-2. То есть она возвращается в исходное состояние, можно сказать, территория Дагестана еще продолжается. Теплый, можно сказать, весенний климат. Ну, здесь есть еще один нюанс, который связан с юго-восточным вирусом. На территории Дагестана довольно-таки до 16-17, даже чуть-чуть до 18 января прихватит, будет сильный юго-восточный ветер, по реке, который в Венеменам будет срываться до 25-26, и открытие моря до 27-28». Сергей Мельков провел совещание по основным направлениям развития Махачкалы в 2023 году. Среди них – несанкционированное строительство и работа коммунальных служб. Руководитель республики подчеркнул актуальность обсуждения, учитывая городские проблемы, которые ярко выявил обильный снегопад. О главных задачах – репортажи по тематству Леймановой. Открывая совещание по основным направлениям развития Махачкалы в 2023 году, Сергей Меликов подчеркивает актуальность обсуждения, учитывая проблемы, с которыми столкнулся город после обильного снегопада. «При подобном снегопаде, который был, посмотрите, какой уровень снега. Я вас уверяю, и Москва встанет, и Санкт-Петербург остановится, и какие-то другие города тоже будут находиться в этом транспортном коллапсе. Но там выезжают машины, и в течение дня этот снег вычищают. Почему? Потому что есть куда этот снег с проезжей части сдвинуть». Все силы коммунальных служб брошены на расчистку снега и устранение аварийных отключений энергоресурсов, докладывает мэр Махачкалы. Глава Дагестана еще раз отмечает, власть должна оценивать ситуацию глазами жителей и решать поставленные задачи с этой позиции. Продолжая работу совещания, Сергей Меликов обозначил приоритеты в развитии столицы республики. «И сегодняшняя ситуация в Махачкале должна характеризоваться следующими историями. Во-первых, мы должны сказать стоп, вот этому беспределу, переделу, разделу. И мы должны прийти к динамичному развитию города с зелеными зонами, со скверами, с парками, с развитой дорожью сетью, с автотранспортом, с гостиницами для приезжающих. Давайте мы попытаемся все-таки столицу Дагестана сделать достойным, красивым городом». Особое внимание глава региона уделил вопросам организации торговых площадок. Все столичные объекты торговли должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и современным требованиям, предъявляемым к деятельности предпринимателей. Решив проблемы в сфере розничной и оптовой торговли, можно будет говорить и об увеличении налоговых доходов, бюджет города и республики, подчеркивает глава Дагестана. О том, каким видит будущее развитие Махачкалы и руководство города, докладывает Резван Газимагомедов. Комплексное развитие территории, борьба с незаконным строительством, решение проблем транспортной логистики, строительство новых парковых зон, социальных объектов, инженерных сетей. Лишь некоторые из направлений, по которым ведется работа. В текущем году планируется проведение работы по внесению изменений в дегенеральный план города Махачкалы и правила землепользования и застройки. В целях проведения соответствующих законодательств, выделены на эти цели от 30 до 40 миллионов рублей из бюджета города Махачкалы. Техническое задание на проведение конкурса подготовлено. Следующий шаг – это взаимодействие с корпорацией Дома РФ для получения финансированной разработки мастер-правла и разработки новых генеральных планов для города Каспийска и для Махачкалы. Будут определены точки роста финансовой модели под комплексный развитие территории и развитие периферии для создания полицентрической агломерации, что поможет разгрузить центральную часть столицы. Обсуждение направления развития Махачкалы продолжится в феврале. Правительство проведет открытое заседание, на котором будет обсуждаться разработка программы развития Махачкалы на период 2024-2025 годов и на плановый период до 2030 года. Но там уже будут выступать не Резван Казимович, будут выступать члены правительства, где-то вице-премьеры, где-то министры, которые возьмут за основу те направления, которые сегодня были озвучены Резваном Казимовичем и те направления, которые не были озвучены сегодня. Я имею в виду и экономические вопросы, в том числе промышленности. Понятно? Нужно будет, с перерывом его проведем. Но мы должны сделать так, чтобы у нас правительство и город синхронизировалось в своих пониманиях и чтобы протокольным решением основным этого совещания было создание единой рабочей группы по разработке такой программы, сроке разработки этой программы, детализации этой программы. Республика заинтересована, чтобы Махачкала была на пике развития. Если покажем свое единство в решении проблем, то получим и поддержку населения, отметил Сергей Меликов. Президиум Народного собрания Дагестана под председательством Заура Аскендерова рассмотрел вопрос об отзывах на проекты федеральных законов. Председатели Комитета парламента проинформировали о поступивших в Народное собрание в проектах федеральных законов и о принятых решениях. Заура Аскендера поручил депутатам проинформировать избирателей о внесенных в Государственную Думу и поддержанных Народным собранием в проектах федеральных законов, так как многие из них имеют определенное влияние и на республику. Президиум согласился поддержать принятие Государственной Думы и 19 проектов федеральных законов и не поддерживать принятие одного проекта федерального закона. Председатель правительства Абдул-Муслим Абдул-Муслима в рамках серии встреч со специалистами органов власти провел совещание с коллективом Министерства труда и социального развития. На это ведомство приходится ключевая нагрузка по реализации важнейшего направления государственной политики – социального обеспечения. Ваши министерства являются ключевым. От грамотной и слаженной организации вашей работы зависят судьи практически всего населения республики. Ваши министерства являются генератором выработки государственной политики в сфере труда, занятости, социальной защиты населения, именно то, что важно в нынешнее военное время, улучшили условия охраны труда. Все обязательства остальных министерств, они сконцентрированы вокруг важного министерства. В прошлом году в условиях проведены специальные военные операции в правительственном сфере, когда дистанция учетов решений принимаемых на федеральном уровне значительно усиливала проводимую государственную социальную поддержку, направленную на решение уровня жизни и занятости населения. Дальнейшие укрепления системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семей граждан, добровольных принимающих участие в специальной военной операции, а также призванных на военную службу по частичной мобилизации. Одна из эффективных мероподдержки – социальные контракты. Их заключено почти 7 тысяч в прошлом году. Всего на социальную поддержку жителей республики в прошлом году направлено было более 40 миллиардов рублей. Все пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены, были, они выплачены. Но, наверное, нет нерешенных задач в этой сфере, потому что объем был очень большой. Средства, которые федеральный центр выделял, огромные средства, мы практически без каких-то шероховатостей и они особенные. Нам нужно свою работу, тем, который сейчас задан, работой, его не избавлять. Это крайне важно для нас. В первую очередь, это услуга, что подчеркивал, это забота о людях, чьи родители, чьи отцы работают на СВО. И те, к большому сожалению, которые ушли, поддерживают эти граждане. Остальные задачи, в принципе, по социальному контракту, по выборам, по всем людям, ни сомнений нету никаких, что они будут выполнены. Это зависит от коллектива, от вас. И на следующий, на этот год, надо уже будет смотреть что-то перспективное для развития отрасли. Также премьер-министр провел встречу с коллективом Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана. Обсуждали вопросы развития межнациональных отношений, сохранения самобытности, культуры, языковой традиции нашей республики, а также противодействия попыткам разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Кроме того, говорили о реализации государственной программы, реализации государственной национальной политики и праздновании столетия поэта Расула Гамзатова. Глава Кабмина отметил возросшую роль ведомства в связи с началом специальной военной операции, когда деструктивными силами не прекращаются провокации и информационные вбросы, направленные на разжигание межнациональной розни. Министерство по национальной политике и делам религии оно было всегда одним из важнейших и с учетом складывающихся в новых геополитических реалий роли вашего министерства как никогда сейчас возрастает. В этой цели сегодня именно национальным разнообразием и сплоченностью народным заключается сила нашей республики и сила Российской Федерации. Считаю, что по мере возможности следует установить постоянное взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народными республиками, а также в фальсионской и запорожской области. Я вас всех призываю, где бы вы не находились, на каких бы вы должностях не были, где бы у вас встречи не проходили, в узком кругу, в семье, потом по работе, если в командировках, обязательно вопросы патриотизма, вопросы братства, единства, они всегда должны быть. Совершенно правильно здесь у нас. Акцентировал внимание на патриотическую работу, которую вы должны и проводить, молодцы, вопросов нет, и должны проводить. На работу, которую вы проводите, в том числе и в субъектах Российской Федерации, на работу, которую вы проводите с соотечественниками. Надо уделить очень серьезное внимание работе со соотечественниками, работе с нашими диаспорами, которые находятся в различных странах мира. Они есть, есть и в дружественных нам странах, есть и в странах, которые мы обозначили как недружественные. В прошлом году Республика стала лидером по капитальному ремонту школ. Набранный темп будет сохранен и в 2023 году. Конкретные параметры уже определены. На совещании у вице-премьера Муслима Телекавова было отмечено, что в этом году капремонт ожидается в 139 школах на общую сумму в 3 миллиарда 600 миллионов рублей. На данном этапе важно без проволочек провести конкурсные процедуры, отметил Телекавов. Слова Республики держит этот вопрос на контроле и правительство держит его на контроле в случае возникновения, появления каких-то новых возможностей. Даже я не исключаю, что возможно федеральный центр какие-то, новые возможности откроются там. Но на данный момент мы сегодня исходим из того, что у нас есть. Те лимиты, которые доведены. Без дополнительных видов работ. Республиканский урологический центр продолжает активно внедрять технологии, позволяющие проводить операции без разрезов. Это стало возможным после оснащения медицинского учреждения самым современным оборудованием. Мой коллега Магомед Баширов о возможностях дагестанской медицины. Гусенгитина Магомедов попал в центр урологии пять дней назад и за это короткое время успел прочувствовать профессионализм врачей. Причем профессионализм медика, по словам мужчины, отражается и в их человеческом отношении к пациентам. Забота, которую тут опекают, удивляет всех больных. А технического персонала, младшего медицинского персонала и кончая врачей, это удивительно такое отношение к этим людям. Я вижу, как в России изменилась медицина, то, что было в Советском Союзе и то, что сейчас стало. Ежедневно, от семи до семи тридцатых, главраждебир Фоздорович делает обход полностью, на всех этажах. Заходит, как у вас дело, как вы себя чувствуете, что у вас это, как сделали, что такое. Я удивился этому. Оснащение Республиканского урологического центра самое современное. Здесь проводят различные операции и благодаря технологиям качество их повысилось в разы. Проведение и удаление каких-то опухолей, лечение аденомы, пристательной железной инкуляции простаты, аденомы простаты. Также у нас имеется и гибкая хирургия, которая позволяет без каких-либо разрезов проходить по естественным ночевым путям и проводить либо резекцию опухоли в мочеточке или в охранке почки, а также проведение дроблений, конкрементов. Теперь оперативное вмешательство может проходить без разрезов. Центр активно внедряет технологии, позволяющие проводить операции при воздействии лазера и электроимпульсов. «Этот аппарат позволяет нам наводить, целиться на камень, рентген, наведение, и плюс при негативных камнях под пузин, наведение. Мы укладываем воду на аппарат, целимся на камень, потом подводим к телу аппарата и начинается процесс изрубления камня». За помощью в центр приезжают не только дагестанцы, но и пациенты из соседних республик. Здесь каждый получает качественную медицинскую помощь и послеоперационную реабилитацию. Хорошее отношение медиков помогает пациенту восстановиться быстрее. На портале Госуслуг открыта подача электронного заявления на единое пособие, новую меру поддержку для беременных женщин и семей, в которых есть дети до 17 лет, сообщает Социальный фонд России. В большинстве случаев электронного заявления достаточно, чтобы оформить пособие. Все дополнительные сведения специалисты социального фонда запросят самостоятельно. Стандартный срок рассмотрения заявлений 10 рабочих дней. Отметим, единое пособие заменит семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека пять действующих раньше мер поддержки. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану объявляет о начале всероссийского конкурса среди журналистов на лучшее освещение деятельности службы в средствах массовой информации по следующим номинациям. Лучший телесюжет. Лучший радиосюжет. Лучший материал в печатном издании. Лучший материал в интернет-СМИ. Цель конкурса формирование позитивного общественного мнения о деятельности службы судебных приставов. Телефон для справок 670247. РАДИО РОССИИ ДАГЕСТАН ПОГОДА По сравнению дагестанского гидромедцентра в ближайшие сутки по районам республики ожидается без существенных осадков на дорогах гололедица в горы. ВЕСЕРО ВОСТОЧНО ИЮГО ВОСТОЧНО 15-20 м в секунду местами 25-28 м в секунду в горных районах юго-западный 9-14 м в секунду температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла по приморским районам от 2 мороза до 3 тепла днем плюс 1-6 в горных районах ночью 8-13 мороза местами до 3 градусов мороза днем минус 7-2 местами до 3 градусов тепла в 13 часов в Махачкале температура воздуха была 2 градуса давление 775,3 мм ртутного столба влажность 84% в ближайшие сутки в Махачкале ожидается облачно с прояснениями без существенных осадков на дорогах гололедица ветер юго-восточный 20-25 м в секунду температура воздуха ночью 0,2 днем 4-6 градусов тепла вода в море 5 градусов наш выпуск подошел к концу редактор Шерипат Шульгина звукорежиссер Мумент Алиева прощаемся с вами с пожеланием здоровья и удачи памятная дата военной истории отечества 12 января в этот день в 1945 году советские войска начали висло-одорскую операцию после тщательной подготовки используя подавляющее преимущество над врагом войска Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы эффект превзошел ожидания сильная немецкая группировка в Польше была разгромлена в первые дни операции а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина страха Берлина